Всем привет! Сегодня приготовим очень нежный творожный торт, состоящий из творожных коржей, творожного мусса и вишневой прослойки. Сначала приготовим творожный бисквит, берем яйца и смешиваем их с сахаром. Взбиваем с помощью миксера около 10 минут в пышную пену. Напоминаю, что список ингредиентов и все полезные ссылки находятся в описании под видео. Пока взбивается яичная масса, нагреваем сливочное масло и молоко, до тех пор, пока масло полностью не растворится. Затем добавляем творог и пробиваем с помощью погружного блендера. В самом конце взбивания добавляем творожно-молочную смесь, взбиваем еще несколько секунд и выключаем миксер. Теперь в несколько этапов просеиваем муку, смешанную с разрыхлителем и аккуратно перемешиваем. Готовое тесто переливаем в форму диаметром 18 сантиметров. Выпекаем бисквит в духовке при температуре 160 градусов около 40-45 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой, она должна выходить без следов теста. Готовый бисквит остужаем и разрезаем на три равные части. Бисквит должен получиться очень пышным и мягким. Замачиваем желатин в холодной воде, он нам понадобится и для творожного мусса, и для вишневой прослойки. Замороженную вишню я предварительно разморозила и убрала косточки. Добавляем сюда сахар, доводим массу до кипения и затем пробиваем погруженным блендером в пюре. Количество сахара регулируем самостоятельно, в зависимости от того, насколько кислая будет ягода. Вишневое пюре снимаем с огня, даем ему остыть примерно до 60 градусов и добавляем набухший желатин. У меня пюре остыло почти до комнатной температуры, поэтому желатин я распустила в микроволновке и добавила в пюре. Смешиваем творог с небольшим количеством сливок и сахарной пудрой. Пробиваем массу погружным блендером. Творог можно использовать любой жирности, но лучше взять 3-5%, тогда мусс получится очень легким. Чем дольше протирать творог, тем более гладким получится мусс. Я оставила его с легкими крупинками. Можно сразу использовать гладкий пастообразный творог в брикетах. Добавляем сюда холодные жирные сливки и взбиваем миксером до мягких пиков. Желатин распускаем в микроволновке, добавляем пару ложек творожного мусса для того, чтобы уравнять температуру, а затем все хорошо смешиваем. Теперь приступаем к сборке торта. Кладем первый корж и затягиваем его кольцом. Далее на корж выкладываем половину творожного мусса. Пропитывать коржи ничем не нужно, они и так очень хорошо пропитаются от начинки. Сверху на мусс выливаем половину остывшего вишневого желе и хаотично его распределяем. Сверху накрываем вторым коржом, выкладываем оставшуюся половину мусса и вишневое желе. Торт накрываем оставшимся коржом и оставляем в холодильнике на ночь. Готовый торт можно выровнять любым стабильным кремом, но сюда идеально подойдет крем-чиз на сливках. Продолжение следует... Продолжение следует... Торт получается очень легкий, нежный и в меру сладкий. А праздничный декор к 8 марта я покажу вам в следующем видео. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...